Как дела в городах и районах? На совещании у президента в Тирасполе у пятой школы будет новая спортплощадка. На правде расширили дорогу. Скоро там появятся разметка и знаки для водителей. А на месте будущего музейного квартала готовят котлован. В Слободеи приступили к работам на Кицканском плацдарме. Там будут большие панорамы с историей места. А в Григориополе по поручению президента разморозили два объекта. Будут ремонтировать поликлиникум. Если выделялись деньги на этот год в плане завершения всех работ, то мы делаем только часть работ. Это кровля и окна. То есть там сумма будет гораздо меньше. Я думаю миллиона может быть. В три это однозначно должны выйти, а то и меньше. Построят и боксы для картов тоже в Григориополе. Кстати о картодроме. Отличное место для активного отдыха советует президент. Там недавно построили новую трассу. Аналогов нет и в соседней Молдове. Карты можно брать в аренду. Советую вам прийти на картинги, покататься. Я это сделал в субботу. С супругой, с дочкой. Покатался на картингах, посетил кинотеатр. Поел пиццу в Григориополе. Кстати, очень вкусная. Так что советую вам тоже посетить эти места. У нас есть места, которые можно посетить. Даже вот в Григориополе, если раньше это казалось нереальным, приехать и провести там время, сейчас реально интересно стало. Вот поэтому тоже советую всем. Еще о президентских грантах. В 2021-м впервые выделили деньги на самые разные проекты. История, археология, помощь особенным людям, защита животных. Президент предлагает практику продолжить и в этом году. Дальше к вопросу состояния тротуаров в детских садах. Проблемы есть, их надо решать, говорит президент. Во дворе просто уничтоженное покрытие, его просто нет. И корни деревьев давно подняли уже этот асфальт и стали непределенным препятствием для детей, которые посещают эти детские сады. А еще в результате эти дети получают травму. Вот на это надо обратить очень пристальное, первоочередное внимание. Не таких больших денег уж стоит, чтобы эту работу продолжать. Мы же не говорим о том, чтобы взять и в один год отремонтировать все детские площадки и детские тротуары в детских садах. Но каждый год надо выделять денежные средства. Именно на эти работы. Каждый год. И о дне бендерской трагедии. Музей после ремонта откроют 19 июня. Работы внутри закончили, приступили к фасаду. Сейчас размещают мебель. Президент напомнил о своем поручении. Организовать встречи с защитниками Приднестровья. Не только в Бендерах. Во всех городах республики.